Если через какое-то время ваши внуки вас спросят самую значительную дату, которая перевернула историю человечества, то вы можете смело назвать эту дату 6 февраля 2018 года. Компания SpaceX успешно произвела в этот день запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, что значит тяжелый сокол. При этом два боковых ускорителя ракеты были возвращены. Как пишет интернет, это был настоящий танец маленьких лебедей, станцованных перед носом таких идиотов, как Рогозин. Поскольку запуск пробный, то к Марсу отправлен личный автомобиль Илона Маска с пилотом-манекеном. Представьте себе стёб высшей категории. Российские источники тут же залопили. Ну да, запуск этой ракеты обошёлся в 90 миллионов долларов. Это же так дорого. Вот если бы воспользовались нашей помощью, оказалось бы намного дешевле. Да, но они не учитывают тот факт, что грузоподъёмность этой ракеты составила 64 тонны, что не в состоянии сделать ни одна российская ракета. Их грузоподъёмность до сих пор составляет 20 с небольшим. Другими словами, 90 миллионов разделите на 3. И получается, что Илон Маск не только сделал уникальный проект, но и он оказался мега дешёвым по сравнению с тем, что ожидали. Никто не способен вывозить такую нагрузку за такую цену в данный момент. Щелчок по носу был сделан всем. Прежде всего потому, что это триумф предпринимательства. Триумф мысли, труда, мечты, взгляда в будущее. Ведь Илон Маск не олигарх, не нефтяной магнат, он всего лишь предприниматель, изобретатель, инженер. Он собрал команду, смог привлечь средства и за 10 с небольшим лет они разработали этот проект. По российским меркам, для всяких там Сеченых, Усмановых и так далее, это просто плёвые деньги. Они их тратят на своих баб и любовниц. Вот бы пришла бы им мысль вдруг тратить деньги не на покупку футбольного клуба или очередной мега-яхты для того, чтобы все плевались в их сторону, а, например, для подобных проектов. Но дело в том, что не то что денег не хватает, мозгов не хватает, господа, нет идеи, нет желания что-то сделать для людей, для земли. Американцы по-другому скроены у американцев, совершенно другие мечты в этой жизни. Посмотрите на Стива Джобса, посмотрите на Билла Гейтса, которые 90% своих заработков отдают в благотворительность, инвестируют в различные новые проекты, делают нашу жизнь интереснее, технически оснащеннее. Одним словом, эти люди прожили свою жизнь не зря. Сотни, тысяч, миллиардов долларов, похороненные в России на различные программы государственных космических ракет, все это осело в карманах жуликов и воров. Благосфера пишет, как же так, Илон Маск запустил самую мощную ракету в мире, не освещенную, не взяв ни одной копейки из бюджета, не поместив на борт ракеты ни одной иконы. Трудно сказать, что хуже. Это уже не святотапство, это просто издевательство. Как же жить дальше? Вы думаете, российские средства массовой информации, так же как все в мире, отмечают эту особенную дату? Ничего подобного. Вот некоторые заголовки, которые появились после запуска тяжелого ястреба. При посадке Falcon Heavy произошла авария. Маск раскрыл причину крушения центрального блока Falcon Heavy. Запуск Falcon Heavy не обошелся без накладок. SpaceX не смогла посадить первую ступень Falcon Heavy. Абсолютно очевидно, что Россия глубоко травмирована чьим-то успехом. Особенно, если речь идет о области космонавтики. Ведь они же первые. Понимаете, этого никогда нельзя забыть. Они первые, а значит лучшие навеки вечные. Россияне, конечно же, ответили. Ответили Илону Маску. Да так, что в Америке все содрогнулись. Омские заключенные соорудили снежный ответ американской ракете Falcon Heavy. Заключенные исправительной колонии номер 6 занялись масштабным строительством. На этот раз креативные подопечные исправительного учреждения слепили снега ракету Тополь М в натуральную величину. Все детали Тополь М сделаны максимально подробно. Габариты лишь немного уступают оригиналу. 13,5 метров в длину, 3,5 метра в ширину и более 2,5 метра в высоту. Ракету строили 15 дней, 7 осужденных. Мне это очень напомнило ролик, который я делал в прошлом году, когда якутский скульптор создает скульптуры из говна. Но вот тут столько говна не оказалось, соорудили из снега. Наш ответ Илону Маску.